У микрофона Георгий Черданцев и Константин Генич. На поле футболисты все вместе. Это очередной матч чемпионата. Сегодня ЦСКА встречается с Териком. Сегодняшние хозяева показывают лучший результат в лиге по забитым мячам. Да, они замечательно играют в атаки и очень много моментов реализуют. И я жду традиционно яркого матча в их исполнении. И смотрим на состав ЦСКА. Классическая расстановка с упором на фланге. Мобильные вингеры обеспечивают высокую скорость игры. Состав Терик. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. И в зону атаки мяч переходит. Мяч перешел к другой команде. Спас он свою команду от больших неприятностей сейчас. Сейду Думбия. Моста! И он забивает! И психологический аспект со счетов нельзя сбрасывать. Правда, это удар очень серьезный. Удар не только поворотом. Удар по самолюбию, по психологии и вообще по всему здоровью. В радаре тут уже ничего не мог поделать. Пушечный удар в правую девятку. И приходится доставать мяч из сцены. 11-я минута оказалась. Результативный счет открыт. Факундо Пилес. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Это серьезная была заявка на гол, но защита не спит. Ну вот, стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. Пока неплохо. И удар должен последовать. Чагумотта! И справляется вратарь с этим ударом. Факундо Пилес. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Игрок бросил мяч. Не стал ждать ни секунды. Это может быть опасно. Мяч покинул пределы поля. Великолепный пас. Партнеры поддерживают эту атаку. Друзья, вы поворот бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо. Но надо же голы забивать. Сейду Думбия. Это может быть опасная атака. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Сейду Думбия. И это просто шедевр. Мощнейший удар. И вполне этим ударом он мог порвать даже сетку ворот. Мяч в левом углу. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Презвану Ци. ЦСКА будет сбрасывать из-за боковых. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. И это шанс. Забивай. ЦСКА забивает гол. И вот разрыв увеличивается. А оборона соперников даже и не чешется. Ну и какие-то шансы на исправление у них все-таки еще остаются. И, наверное, надо их применять прямо здесь и сейчас. Не прошла эта передача мячу соперника. Одинсен. Сиду Думбия. Атакующая комбинация ЦСКА. Красиво сыграно. Как эффектно. В защите у них явно непорядок. И есть поддержка у этой атаки. Мяч у защитника. Он сыграл надежно. Атака остановлена. Но кто получит мяч? Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Шанс у ЦСКА. Сиду Думбия. Относительно легкий мяч для вратаря. Сидьяна оснащил угловой. 3-0. В футболе бывает всякое, но голевой перевес одной из команд слишком велик, чтобы во втором тайме предрекать стопроцентную интригу. Тут может что-то получиться. Хороший владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Ждем подачу от углового флага. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Игорь Лебеденко. Ку-ку. Чужие ворота в другой стороне. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Момент! Да, что-то немыслимое сейчас сотворил игрок. Я уверен, он сам не понимает, что произошло. Знаешь, Георгий, мне кажется, мяч просто-напросто свалился с ноги. Другое дело, что вряд ли здесь ситуация требовала такого удара. Наверное, можно было пробить по-другому. Думбия. И в зону атаки мяч переходит. Они остались с мячом, так что можно продолжать игру. И это шанс забить! Мимо бьет игру. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Отлично сыграно. Надо решать. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Вот это удар! Не точный удар. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. В Баграме. Замену проводит тренер гостей. Посмотрим, кто покинет поле. Свисток промолчал, значит, можно продолжать игру. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Может получиться интересная атака. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Удар нужен! Ну и исполнил. Повеселил публику и соперника. А вот самому ему сейчас не до смеха. Да, форварду в этом эпизоде просто не хватило хладнокровия довести начатое до логического завершения. Сергей Брызгалов. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Удар! Мяч прошел рядом со стойкой ворот. Напряжение в матче нарастает. Команда всеми силами старается как минимум уйти от разгрома. Но для начала нужно как можно скорее забить. Пока неплохо. Он свечом и продолжает накручивать одного за другим соперником. Удар к воротам. И он забивает! Просто изумительная получилась комбинация. И выход один на один прекрасен. Вратарь остался один на последнем рубеже. И что он мог сделать в этом положении? Да, тут у игрока был выбор. Либо все решать самому, либо сделать передачу на партнера. Но по большому счету у голкипера шансов выручить свою команду было немного. Еще достаточно игрового времени. 10 минут. И вот-вот на поле появится свежий игрок. Замену гостей. Ну и посмотрим, что принесет эта замена. Защита надежно играет. Мяч отобран. Не получился пас. И мяч уходит за пределы поля. И мяч будет введен в игру с угла поля. Надежно играет защитник. Атака прервана. Пол команды обыграл. Ничего себе. Решать нужно этот побед. И как пробеет. Гол! 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 Ну, теперь все скажут, какое у тренера чутье. Ну, такой удар, да, технику, конечно, очень сложно отразить. Если попадаешь в ворота, то это практически точно гол. Да, пробил очень аккуратно и точно и практически без шансов для вратаря. 5-0. Куражится команда как может. Все, матч окончен. Победу одерживает ЦСКА. Игра вышла неоднозначно. Ну, правда, если с другой стороны...